Никуда не выкинуло. Время вроде идёт по-нормальному. А значит, будем переключаться в игру и смотреть, что же там коллективы заготовили на вторую карту этого Best of 2. И как только я узнаю, кто победил, мы вместе с вами это можем обсудить. Пока же ждём начала банов. И посмотрим, как скажется первая игра на этом всём положении дел. И узнаем, как же всё будет развиваться на втором. Ага, всё. Увидел. Возможно, победила команда Ukraine Yellow, поскольку у них стоит плашечка. Не всегда это соответствует действительности, тем более на китайских турнирах следует проявлять осторожность. Но мне подтвердили, что действительно Ukraine Yellow победила. Хорошо. Осталось 5 секунд. Будем и дальше. Напомню, что я проводил в Твиттере социологический опрос специальный. Там все болели между командой Украины и командой России. Все болели за команду Украины. Вот так вот. Поэтому будем за неё топить, продолжать. Но я думаю, что у них, видимо, проблем-то особых и нет. К сожалению, мы точно не помним, какие были пики. Они отличались от того, что мы видели в лобби до этого. А там появлялись лайфстилеры, двауры и подобные страсти. Вот. Так что здесь может быть всё иначе. Ну и что, видим баны. Это уже радостная новость для нас. Забанили Кипера. Омега Гейминг забанили Чена. В ответ видим баны от команды Украины. Это Пангольер и Фурион. Интересное решение. То есть мы вот видели сейчас от Австралии подобное положение дел здесь. Команда Украины решила этого забанить и избавиться от этой комбы, от этой связки первого-второго пика. Ну и что же Омега Гейминг здесь решит сделать? Кого ещё они не хотят видеть против себя? Возможно забанят кого-то из предыдущих. Осталось пять секунд. Товарищи, да, вот этот Двауэр там был. Ластилер, да, как я уже ранее отмечал. Так что будем надеяться, что они озаботятся из-за. Убирается Шиду Шаман. Вот тот самый саппорт, которого многие не любят. Это сетка, несмотря на то, что её пофиксили там чуть-чуть. Она всё ещё доставляет проблемы. На линиях, в гангах опять же, да, смоу ганги какие-то в мид. Это всегда является проблемой. Даже с одним кулдауном. Возможно, не так часто ты сможешь теперь, но всё равно. На старте этого достаточно бывает и один раз. Следующий бан за командой Ukraine Yellow. Посмотрим, что они. Здесь против себя Oracle. Справляется в бан. Ну и пик Омега Гейминг. В общем, прошлись так по саппортам. Прошлись по пангольеру немножко. Ну а команда Омега Гейминг чуть-чуть нам избавилась от саппортов. Что ж, Лишрак ещё на первый пик. Никого не боится здесь команда Омега Гейминг. Несмотря на своё поражение, уверенно забирает Лишрака. Вот это необычно, скажем так. Интересное решение с их стороны. Ну что же ответит на это Ukraine Yellow. Две позиции для них есть на пик. И посмотрим, как они этим воспользуются. Дополнительное время также в порядке. Две минуты имеется. Вроде бы идёт по плану. Никаких багов пока что я не наблюдаю. Неких странных. Ага, и вайп. Всё. Вайпер мы помним в баннере. По крайней мере в том лобе, который нам показывали, он отсутствовал. Здесь же First Peak. И следом за этим Рубик ещё появляется в довесок. Ну вот это... Вот это тоже интересно. Такую позицию решили за себя забрать. Elder Titan в ответ, недолго думая. Омега Гейминг залетает. Ну вот тоже его немножко порезали. Да, понизили урон. Скрипов получаемый. Но, тем не менее, всё ещё полезен. Всё ещё полезен. Тем более опять под связки можно. Тут Титан с задержкой от Elder Titan от Лишрака тоже. Если попасть обоими, то мало не покажутся, конечно же. Ну и будем смотреть, к чему это всё приведёт. Собирается Bane. Команда Омега Гейминг. Ну, ещё банн. Вот и Crane Yellow. По-прежнему пока не... Убирает кихтокоров и убирается Mipa. Это интересное решение. Посмотрим, к чему это всё приведёт. Mipa не самый обычный товарищ. В этом противостоянии. Но здесь уже идут по сигнатуркам. Скорее, нежели по Mesa. Хотя, посмотреть за Mipa было бы весьма интересно. Так что давайте посмотрим, что из этого всего выльется. Мы решили в этом B-102 мне не рисковать. Для тех, кто только просыпается, только подключается, я вновь напомню, пока ещё по одному бану, что вы смотрите World Electronic Sports Games. Соружение за 500 тысяч долларов за первое место. Ну, 890 тысяч долларов суммарный призовой фонд. Пока что групповая стадия. Раундробин каждый с каждым будет воевать за право выйти из этой самой группы. Две лучшие команды, которые наберут наибольшее количество очков по итогу этих двух дней, будут проходить стадию плей-оффа, где по системе Single Elimination единственная сетка Best of 3 матчи будет решаться, кому же достанется эти заветные 500 тысяч долларов. Заванили. Также Omega Gaming Undying полностью не боятся никаких кэрри-героев. Bane Undying и предыдущая трибана тоже исключительно саппорты. Что же ответит на это Ukraine Yellow? Убирается Razor. Razor опять-таки на всякий случай, если вдруг у них будет кэрри-герой ближнего боя, сейчас найти тоже какой-нибудь Lastyler. Знаете, они себя обезопасили. Уже неплохо. Ну и по второй стадии пика сейчас мы узнаем, к чему они стремятся дальше. У них уже есть Viper, который может занять мид-позицию. Ну и есть время подумать над кэрри-героем. Это Ursa. Ursa, которая скорее всего пойдет в хард-линию. Мы это уже тоже наблюдали сегодня. И вот на некоторых смежных матчах, если вы за ними следили, пока была пауза, то Ursa показала себя весьма-весьма неплохо. Так что будем смотреть за всем этим безобразием, как Ursa разрывает лица сопернику. Ну а что на ответ сделает команда Mega Gaming? Есть у них уже тоже мид-герои, есть Elder Titan. И... Можно саппорт наконец-то показать, чтобы... Помогал он всему этому. Опять же, помним, что... Например, команда Австралия банила Леона. Ну посмотрим, что здесь. Амега гейминг вспомнит. Crystal Maiden вообще. Прямо так. Лакомство для Ursa, для Vipera. Приятное весьма. Ну и посмотрим, что... Сколько смертей у этой Crystal Maiden теперь будет. Как она будет спасаться. Да, конечно, сейчас порезали Мовспи Турси, но я думаю, что Crystal Maiden не сильно от этого выиграет. Да. И команда Ukraine Yellow. Еще один снаббит. Джокира. Джокира появляется в довесок. Весьма приятный теперь еще и пуш-потенциал. Опять же, контроль в драке. Дополнительный, если вдруг Рубика не хватит. Да, Ursa не хватит. Там еще и сверху айс-пафом накроют. И там точно мало не покажется. Ну что же омега гейминг с этим всем будут делать? Пока непонятно, с чем пробивать. Плотные практически, ну, все, да. Рубик там немножко страдает. Ну, у него есть пассивка, которая порежет маку урон от Лишрака и Crystal Maiden, допустим. А что делать с Vipera, Ursa и Джокирой, пока не ясно. Нужен убийца, который будет пытаться убивать вот это все. Доступны, конечно же, Джиггернаут, Фантом Лансеры и всевозможные. Но, вероятно, команда омега гейминг пока не решится показывать своего керри-героя. Хотя и Ласт Пик не за ними. Да, Ласт Пик все-таки за команду Ukraine Yellow. Но посмотрим, что омега гейминг здесь предпримут. Так что ждем, надеемся и верим, как говорится. Но пока непонятно, как закрывать Crystal Maiden все еще. В драке по ней три удара нужно сделать будет. И три удара Ursa, в частности. И тогда будет все совсем-совсем грустно. Но, возможно, сейчас омега гейминг что-то нам продемонстрирует эдакое, что защитит кристалку в TeamFight. Или, по крайней мере, будет отвлекать от нее внимание. Это пугна. Но не скажу, что это сильно поможет. Да, дикри-гейминг, конечно, здорово спасает от физ урона урсы. Но что делать с вайпером и джокирует? Теперь вопрос, конечно же. По-прежнему остается их урон, который продолжит проходить. Да и Рубик явное дело будет рад вкинуть туда свой болт. Ну и последний бан. Осталось 10 секунд. От обоих коллективов. Осталось 5 секунд. Которые они не хотят против себя видеть. Ну что, керри-герой. По идее, да, то есть, ну что, я сомневаюсь, что они поставят сейчас керри-пугну. Сильно сомневаюсь, да, мега гейминг. Поэтому лишь шаг в ми, там Elder Titan в хард-линию постарается сходить. Не знаю, пугна-саппорт. Понадеяться на это. Еще Ласпи, который должен. Потому что помимо маг-прокаста нет ничего вообще. И единственное БКБ помогает против всей команды. Омега гейминг. Поэтому здесь бояться особо не стоит. Команда Ukraine Yellow. Ну, как будто забанить единственного физ-героя, который будет мешаться. И все. Ну, и себе Ласпи тоже чем-нибудь таким сдобрит. На которого БКБ смотрится. Так что, будем ждать, надеяться и верить на лучший исход. Но пока мега гейминг выглядит очень-очень неуверенно. Своим набором героев. Так что, будем ждать. Минута времени остается у команды Ukraine Yellow, чтобы обсудить бан, обсудить следующий пик. Ласпик за ними. Времени осталось не так уж и много. 50 секунд. На это все решение. На принятие решений. Ну, омега гейминг, конечно, не сильно больше. Да, и мы пик, и бан подряд придется делать. И дополнительное время всего лишь в размере 30 секунд. Поэтому действовать придется чуть быстрее. Но, я полагаю, что они уже все обсудили. И готовы к этому как нельзя больше. Но пока действительно выглядит все очень-очень страшно для них. Всех банально с руки забьют. И даже... Осталось 10 секунд. Кто их спасет? Даже Пугна не спасет. Ладро Титана не спасет. Лешрак, возможно, там где-то раздамажится ближе к середине игры. Но что они будут делать до этого, пока не ясно. Последние 25 секунд времени, чтобы забанить. Кстати, да, украине ело убрали Арк Вардона. Закрывшись немного от пуш-потенциала. Неожиданного со стороны омега гейминга какого-нибудь. Да, с двойниками. Ну, а омега гейминг банит Деспроф. И сразу же забирается тролль Вардон. Ну, вот он физический урон, которого так не хватало. Сейчас посмотрим, к чему это приведет. Хватит ли одного тролля в этом всем. Что выглядит это весьма неуверенно. Но будем надеяться, что знают. Что делают команда омега гейминг. Ну и украин елоу. Есть у них еще минута времени суммарно. Где-то, да. 52 секунды. Чтобы принять решение у нас в пике. Какой же Кор выйдет? Погуляйся. В легкую линию. Со стороны этого коллектива. Узнаем в ближайшее время. Да, Турса есть. Вайпер есть. Два замечательных саппорта. И есть. Ну и что, какие керри герои у нас? Джиггернаут. Фантом Лансер. Трэблэйд мы практически не видим. В последнее время. Лайфстиллер. Которого мы вспоминали в самом-самом начале. Еще когда банился Разор. Ну что же. Здесь ребята. Удивили ли нас? Команда мега гейминг возможно удивила не в лучшую сторону. Набрав себе. Во многом магический пик. Очень уязвимых героев. Которые будут страдать. От Лайфстиллера. Которым даже БКБ. Не нужно особо покупать. Ну и конечно же Урса. С вайпером будут грызть их. Несчадно. В частности Crystal Maiden. Которая здесь. Лакомая добыча для каждого героя. Из Ukraine Lay Yellow. Но будем надеяться. Что омега гейминг понимают. На что идут. И знают как с этим бороться. И будем надеяться. Что они покажут достойное противостояние. Все таки заработать каждую очку важно здесь. Напомню что. Шесть команд. Сражаются друг с другом. И тот кто наберет. Две команды. Которые наберут большее число очков. И проходят в стадию плей-офф. И там уже будут воевать. За те самые заветные 500 тысяч долларов. За первое место. Ну и 890 тысяч долларов. Конечно же за суммарный призовой фонд. За второе место тоже 200 тысяч долларов. Можно будет заработать. Так что лишним побороться не будет. Ну и напомню что смежные игры вы также можете смотреться на мультистриме. Есть на IC Studio 6. Идет сейчас трансляция по другим каналам. Те игры которые начались по расписанию. В 7 утра они там также стартовали. Поэтому можно следить за ситуацией там. Ну и конечно же в социальной сети. Где вы можете найти ссылки на все актуальные стримы. Также можно найти по баннеру описаний. И следить за ними. Ну а мы сейчас будем переходить к игре. И узнаем кто же станет победителем в этой карте. Удастся ли команде Украины Йеллоу сделать 2-0. Либо же сейчас Эмега Гивинг соберутся. И смогут продемонстрировать действительно удивительное противостояние. И свести это все в 1-1. Ну и что же. Видимо сразу же прожимается смоук. Расходится 2-1-2. Здесь не стали никуда выбираться. Массой какой-либо. И совершенно спокойно. Идут к баунтирунам. Но за это можно поплатиться. Правда особо команда Украины ничто никуда не выходит. Ничто не делает. Тут тоже не вдвоем. Здесь встречаются. Ну и разве что вайпер остается неподвижным. Показываем вам. Самая обычная позиция вардов. Тоже ничего сверхъестественного. Разве что на верхней линии не самое обычное положение делано. Чтобы в спину можно было смотреть. Здесь же Урс начинает. Начинает нарезать небольшие проблемки. И уже половину здоровья он потерял. Есть у него конечно 6 танго. Но этого может и не хватить потом. Если так все продолжится. На верхней линии танцует. У нас лайфстилер. Без каких-либо проблем. Может попробовать подойти. Забрать под рейджем. Но это не самое удачное положение дела. Тогда будет по стилбилду. Но ловит здесь новую. И понимает что лучше отойти. Из-за того всего. Тут же еще и диаболики подрубаются. И били его просто выжигают. На ровном месте. Но напомню что билиф это... Айсберг по-моему да. Если вдруг вы не в курсе. По-моему это он. На вайпере у нас должен играть нун. И посмотрим что будет против пугны. Как ему противостояться. Ну да. Джекера возвращается. На подмогу лайфстилеру. Танго уже. Прожал здесь лайфстилер. Нет. Айсберг у нас забрал все-таки себя. Вайпера. Значит. Ну он будет играть на лайфстилере. Ну хорошо. Посмотрим как он будет. В этой линии. Против рейджевых героев. Которые им не с вами неприятны. С ним соперничать. Ну что же. Здесь немножко страдает. Элдер Титан. От рук Рубика. И. Будем надеяться что. Он не пострадает до смерти. Тролль тоже откидывает топорами потихоньку. Но против Руси конечно не хочется подходить. Чтобы упор только подойдешь. Ловишь телекинез какой-нибудь условный. И Урс тебя за это время быстренько сконтролирует. Так что будем искать. Почему это все. Привезет. Ресурсы вроде бы. Испытывает некоторые проблемки. Ну как проблемки. Скорее тролль идет на равных с ним. И. Возможно это не то. Чего хотели они добиться. Этим лайнингом. И. Будет немножко страта. Здесь Джакира начинает прожигать. Подошедшую Кристал Мейден. И видим что ей это действительно не очень сильно нравится. Потому что. Еще пару таких задывок. И можно будет и отлететь. Это. ОПЕН ВУНС. Славейцы. И пару ударов от Лайфстилера сверху. Так что. Не стоит. Лишний раз подставляться. Но пока живет. Конечно же. Пока не пока. Тем временем Джакира ушел на отводы. Там что-нибудь. Выделывать. Проблем. Вроде бы Лайфстилера. На этой линии пока серьезных нет. Сидет 8 на 2. Примерно на равных. С. Дролем. Подошел Кентавр. Топнул. Никого особо не зацепил. Вот здесь вот. Нападение то самое. Через Терекинес. Пара ударов пытается. Призакастом выйти. И в целом получается. Раскрутили какие-то пары. И в итоге. Уходит. Отсоединитель там. А вот тут проблемки небольшие. У Пуганы как мы видим. Вайпер заплевал. Позиции. И еще один плевок. И таким темпом если там можно и. Отлететь. Но. Пугна живет. Пусть и на малом телесе здоровья. Но все еще. Понятно. Есть прицел в нападении. Есть но. Пытается напасть. Били. Попен лунс. Но. Не стал. Стал идти дальше. Все-таки диаболики нажгут весьма-весьма сильно. Здесь. Ну. Понимают насколько это опасно. Первое убийство все-таки может быть. И. Лишнего. Лишнего явно давать команде не стоит. Мегагиминг. Пока у них все хорошо. Ну вот опять. Нападение. Новое вернуться не получилось. И. Не дотягиваться. Не дотягиваться немного до кристалки. Вроде бы и здоровья немного. Но. Подойти не получится. Так комфортно. Чтобы не подставлять себя. Как это убийство. А умирать. Ну. Сейчас явно не стоит. Ну. И все-таки ФБ. Делается на нижней линии. Нет. Нет. Не делается. Сам ушел умирать. Чтобы быстрее телепортироваться. Не смогли не его подловить. Понял что мало здоровья. И он становится. Побыстрее. Из-липопытка нападения на Рубика. Есть и Хестом. Успел куда-нибудь выйти. Дать. Как я спонял. Но. Успел. Хестом пройти. И еще пару ударов. Но приходит Урса. Урса приходит мешать. И не позволит. Он так просто забрать Рубика. Так что. ФБ пока еще откладывается. Не получается. Ни той, ни другой команде. Перенужить. Один одеяло ФБ на себя. И вот. Как-то. Не идет. Зато. Идут Лас Хиды. Команда Украина. Здесь 20 на 7. У Айсберга. 14 на 3. У Белива. Он же Нун. И. В целом все спокойно. Да. Пока они живут. Пока они. Делают Лас Хиды. И Орли Гейм. Для них. В кармане. Но. Все может измениться. Опять же. Какие-то ганги. Возможно. Но гангать Вайпера. Дело не самое приятное. Поэтому. Будем смотреть. К чему это все приведет. Может Вайпер всех побивает. Пятого уровня. Тем более уже. Отстает. Немножко пугнать здесь. Ну. Видно. Отставание и по крепам есть. Поэтому. Позади слегка. Правда. Находит урон регенерации. И. Тем самым. Неплохо выиграть положение. Все. На пули. Но. Продолжается. Пристояние. От одного. Станчик. И. Проблемки. Проблемки. Небольшой Лас Силера есть. Но. Он продолжит. Переманивание Крипов под вышку. Поближе. И попроще. Чтобы можно было Лас Хид. По крайней мере. Попытка нападения. Еще есть. Ну. Он же застрял. Он сразу. Просто подключает Диаболики. И понимает Лас Силера. Что пока не готов. Если Кристалка подойдет. Можно будет напасть. И в итоге. Стики прожимает. Пытается через OpenUS. Поесть. Но не получается. И. Диаболики. Все-таки оказались сильнее. Тут же Станк. Попадает. Нет. Промахивается. По Слэеру. И. Это смерть. Безответная. Для Лас Силера. Увы. Сделать ничего. В ответ не смогли. И вот для самой Диаболики. Которая началась очень грызть. Сильно. Еще и новая. Серьезно помогла. В этом противостоянии. Но хотя бы попытка забрать баунти руну. Возможно будет какая-то. Но не успевает. Не успевает там же. И. Баунти достается. Для Кристал Мейта. Попытка напасть немножко на. Тролля. Но тролль. Чувствует себя спокойно. Раскручивает топоры. И в общем-то. Идет. Себе. Своей дорогой. Элдер Тютан. Возвращается обратно к нему. Побегал. Поискал приключений. Не нашел. И снова. Снова здорово. На нижнюю линию. Пятая минута. Шестая уже минута. И. Только один фраг был сделан. Да. Одна смерть. Была от башни. И не считается. Продолжается противостояние. Лайнинг исключительно. Никто никуда гангать не ходит пока что. Да. Вот мы видим. Разве что сейчас перемещается Рубик. Только в шестой минуте. Попытаются что-нибудь придумать. С Блэксоулом. Посмотрим. Удастся ли им это сделать. И. Вот он выход. Есть действительно подняли в телекинез. И сейчас будут быстренько разбирать пугну. Осталось пару ударов. Но. Успевает. Успевает. Успевает появиться в деревьях. И в итоге. Выживает. Еще немножко. Подпил жизни. У вайпера. Но здесь небольшие проблемки опять. У Нуна. Дать его выжечь. Еще пару ударов. Стан. И дотягивается. Здесь. Оскар. Второй фраг. Второй фраг. И второй фраг на лайфстилере. Снова сделан. Здесь. Из-за этого сейчас может серьезно начать отставать. Видим мы общую ценность. Хоть и седьмая минута. Но уже можем оценить. Примерное положение дел. Тысяча восемьсот у лайфстилера. И. Для. Двух смертей. Это конечно вроде бы неплохо. Но. Видим что. Остальные это. Остальные уже на двух шестьсот. Две пятьсот. Утроля. И Урс тоже. Жизнь у себя комфортно. Да. Понятное дело. Можно будет разогнаться и дальше. Но. Мейс. Суть по всему пришла. Входит Рубик. И. Сгрызает. Оскара. Можно еще и попробовать сгрызить Кристал Мэйден. Правда. Успел. Он спрятаться в лесах. А в ответ. Как только узнали что Рубик ушел. Пытается. Кто-то догнать Урсу. Но. Тот скрывается. За лесом. И. Не дотягивается. Буквально. Одного пикселя. И. В итоге. Скрывается. Бес. Смерть. Хотел. Кристал Мэйден пошла на перехват. Сейчас перехватит еще Урсу. Нет. Ищет. Ищет здесь и Айсберга. И. В общем. Он находит крипов. Понимает. Что кто-то здесь фармил. Ну. И попытается. Не дать подойти. Больше никому другому. А. В ответ. Команда Украины сейчас попытается выйти снова в мид. Но. Башня уже снесена. Постарался Блэк Соул. И. Задонает. Ничего помешать не получится. Главное. Сейчас самим не подставится. Иначе можно потерять обоих саппортов. Ну. Находит Рубика. Нападение. Дикпифайс. Тут же Нова. Тут же есть Диликинесс. Но. Этого недостаточно. Там же нападение еще. И. И. Джакиран. Тут успевает откинуть Айс Паф. Уйти. Тут уже подходит Вайпер на поддержку. И. В итоге получается не так уж и плохо. Вайпер может упить еще и Кристалку. Откидывает Дулбресс. И. Это два фрага. Уже есть. Но выкачивает жизнь из Вайпера. Все еще два в одного. И. В целом. Неплохо для команды Украины. Но. Погибает один на один Урса. Переоценил он свою мощь вероятно. И. Проиграл бой с Тролем. Таким образом 4 на 4. Останется счет. Но помним что. Один фраг. На Элдер Титане не считается. Так что. Будем надеяться. Что все. У них сложится. Ну с другой стороны. Да. Если видеть что. Нетворсы. Стабилизируются. Две шестьсот. Вспомнили. Что надо бы. Пофармить. Ну и. Воспользовались временем. И. Ну. Частично компенсирует отставание. Хотя. Если посмотрим опять же на Троляут. А вот три шестьсот. То есть. Отставание это на тысячу. И. Есть куда стремиться. Далее. Ну а тут же приходит опять. Отряд по пуш. В башне. Диаболики. Разряды. Бласты. Постоянные. И. Вышка падает. А за Денайт. И Денайт ведь. Посмотрите. Кослеер. Причем втроем воевали и не смогли. Хотя бы что-то. Здесь же попытка нападения по лесам. Куда-то войти. Куда-то в лес. Найти возможно Элдер Титану. Но не так-то просто. Получается. Вес. Лес с Ульбил Урса. Но никого не нашел. И уходит обратно. Вот за счету своей территории. Ну пусть так. В общем-то. Они уже для нас обожглись. И. Одного раза вполне достаточно. Тут же. Тем не продолжается фарм. Пытается выйти в. Мидос. Судя по всему здесь. Ну. Будет комментировать отставание. За счет позднего Мидоса. Попытается затянуть немножко эту игру. Посмотрим чем это приведет. Здесь же попытка нападения. Приходит вся Арава. Команда Амеггейминг. Есть отличный кувстомп. И. Станчиком. Подрезали. Нужно забрать Рубиком. Но этого не получается сделать. Какой-то Урса. И сгрызает Элдер Титана. На ровном месте. Блэксоу правда пытается выкачать жизнь. Из-за этой Урсы. Но получается не самым удачным образом. В итоге. Приходит еще Личаракан. Но и подтягивается также Джакира. Который через Айспафф помогает. Запрыгивает двоих. И сейчас Вайпер просто отстрелит. Всем. Оставшиеся жизни. Но. Не дотянулся. И в итоге Блэксоу уходит. Хотя Айспафф еще один удар. И Пугна может погибнуть. Один удар нужно сделать. Но Дегипифай. И живет. Выкачивает жизнь из скрипа. И хватает этого. Чтобы пережить последний тик от Долбреса. Вот в итоге Блэксоул живет. Неплохо сыграно с его стороны. Вроде бы. Пошло все не очень удачно. По итогу боя мы можем посмотреть результаты. Но не успеем. Не успеем. Увы. 5 на 6. Немножко перевалил счет. Теперь можно сказать, что на равных воюют. Опять на 5. И. Компетит. Выставание опять же. Небольшое. Небольшая агрессия здесь происходит. От Тота. Но. Не может подойти, к сожалению. Так комфортно. Да сейчас. Лайфстилер. Как хотелось бы. Понимаешь, что кто-то может прибежать. И он накажет. Оскар, тем временем, продолжает фармить леса. Но. Рубик не так-то прост. Тоже он идет на разведку. Понимает, что поблизости. Есть. Кто-то. И находит этого леча-шака. Ну и попробует дальше продвинуться. Попытка выйти на вышку. Есть у них опять же катапульта. Есть. Все Джакира. С Ликвид Файером. И можно. Можно попытаться продавить. Но поддержка неподалеку. Если команда. Омега гейминг захочет. Они защитят эту линию. Они втроем там собрались. Есть смоук наверняка у них. Или просто вместе идти. Да, смоук есть. Подходит также сюда Элдер Титан. И в четвером-то можно повоевать. Запросто. В итоге вышка стоит. Живая, здоровая. Находит здесь Рубика. Подцепить. Секостон. Даже не он не потребовался. Просто сдули. Через Дегри Бифай. Блэк Соул вновь показывает. Вышу белоташную пугню. Тут же еще не находят Урсу. И Урса также никуда не уйдет. Есть, возможно, агрессивый ответ. Но повесили в колбу. И он стоит. Ничего сделать не может. Еще Янгласт. Стоит погибая. Дабл-кил для Блэк Соула. И проблемки начинаются у команды Украины. Небольшие. По крайней мере, на этой позиции. Но Созворот пытается убить теперь Тоттон. Но он жмет телепорт. И, возможно, урон для них хватит. Еще по пару ударов. И он улетает. Но на базе погибает от Яда. И в итоге есть ответный фраг со стороны команды Украин. Заработали 368 золота. На всем этом. Но денег, ну, мы не дали. Только Айсберг здесь заработал. И на этом все. Ну что ж, пытаются защитить еще одну вышку. Но Джекерову немножечко не справляется. Даже подошедший Рубик ничего сделать не может. Знайд также в этот раз не вышло. Ну и только одна знайдная вышка. И продолжают, продолжают давить, продолжают пушить. То, на что сейчас Омега Гимминг сильны. Магический урон по героям, по строениям. Это все может серьезно им помочь вырваться. Но, несмотря на кажущееся давление, да, казалось бы. На творчество, можно сказать, равное. Да и даже немножко в плюс для команды Украин. Счет 7 на 7. Поэтому серьезных проблем у них пока нет. Единственная проблема это лайфстейлер, который долго время еще будет фармить и на линии. Чувствовал себя весьма некомфортно, но все еще может измениться. Вот здесь же вот она, та самая Кристал Мэйден, которая будет сгорать от двух саппортов, понятное дело, без каких-либо проблем. Но нападение в ответ подцепили Рубика. Возможно, его быстренько смогут поймать и убить. Один удар по нему нужно сделать. В ответ, правда, через Вайперстайк пытается разобрать пуган. И пуган ведь может погибнуть. Пытается высадить жизнь. Но сооружая спавку и получается сделать отличный фраг. А тут же еще и подошел Ишрак. Как бы его не забрали, но он успевает поражать телепорт и совершенно спокойно уходит на базу. Таким образом, 8 на 9. Вновь небольшой перевес в пользу команды Украины. И они зарабатывают себе еще немножко золотых. В этом всем. Ну а самое главное, ну он продолжает фармить, пока отключены на вот эти всевозможные драки. С другой же стороны. Тут он тоже времени зря не теряет. Собирает себя совершенно спокойно. Фарм. Весь на верхней линии, да, мешать ему там никто не мешает особо. Ну и лайфстиллер добирается до Мидоса. 14-ая минута. Не самое, конечно, раннее положение дел, но это все еще можно реабилитировать. Главное затянуть игру. Постараться своей команде. А, сделать они это могут. Да, бесконечно. Можно отплевываться ядом, огнем, всем чем пожелает. Рубик может отплевываться чем угодно, ворованным у соперника. Поэтому защитить хайграунд время будет. Так что ждем дальнейшего развития событий. Но пока что снесены только Т1 к 15-й минуте. Это не самое критичное положение дел, которое могло бы быть. Ну что придумают еще вот опять попытки нападения. Дигвифай есть, макрофайр. Тут же еще и подловят на дуалбресс. Пытаются сгрести. Получится еще один дигвифай. И выкачивание жизни подоспел. Правда, выкачивание жизни еще одну айс-паф и погибает. Вот оно. Алоха успел украсть. Лайф-дрейн. И получилось сделать отличный фраг. Вот два саппорта. Не только кристаллмейден смогли разобрать. Но еще и пугну. Пугна, между прочим, одна из двух нетворцев в команде. Поэтому фраг был весьма важен. Сейчас для команды Украин. Мы тут попытались еще немного продавить. Но там их сразу пыл приостановили. Эхо с томпом. И дальше двигаться не стали. Урсов пытался подойти на баунтируну. Но помешал ему Оскар. Тоже баунтируну тоже отгоняют. И уходит. Уходит отсюда генерал. Понимает, что здесь ничего хорошего ему не светит. Хотя возможно сейчас побудут подлобить в ловушку кого-нибудь. Нападение на вайпера. И проблема к нему весьма серьезная. Есть айс-паф. Спасает на пару секунд. Ухватит ли этого, чтобы уйти? И еще добавить раскинуть. Тотто бежит. Барабаны прожали. Осталось буквально пару ударов. Еще один топры. Но Долбрас еще выигрывает пару секунд. Однако этого недостаточно, чтобы спасти здесь айсберга. Там еще и кристаллмейден за спины подходит. В итоге можно забрать и Джакира. Два минуса сделала команда Омега. И готовы двигаться дальше за третьим. Рубика еще и заметили. Но дальше бежать уже не стали. В это время он попытался поформить немножко вражеские леса. Но понимает, что слишком опасно. Здесь все-таки без вижна оставаться. И возвращается обратно на линию. Пытаться воевать там. Ну и после этих двух минусов. Правда никаких действий со стороны команды не последовало. Хотя вот видим кристаллмейден поставила здесь сентри. И попытается задевардить. Но как видим задевардить в итоге не получается. Ее видели. Непонятно, что он там планировал сделать. Просто поставить вард. Может быть. Ну в таком случае этот вард сейчас могли найти. Могут найти. Да. Находят вард. Здесь Джакира без проблем его забирает. И вижна в лесу больше нет. Ну а что же делает команда Омега? Омега вновь собирается втроем. Кристаллмейден, Пугна и Элдер Тютан собираются идти воевать. Вопрос в том, с кем? Сверху очень долгое время находится Нун, но не тронутый. И в итоге у него уже 6700 есть. Составание он сокращается быстрее и быстрее. Поэтому с ним надо бы что-то придумать. Но пока придумать не получается. А вот команда Украины может придумать и хочет придумать с троллем что-нибудь. И троллю здесь никуда не спастись. Слишком много фокуса и он должен без проблем рассыпаться. Есть Уфатос и он на месте постоит. Успевает, кстати, закупить Баттл Фьюри. Это уже неплохо. И побежали дальше. Попытка нападения на кого-нибудь в миде. Здесь попытка остановить пугни снесения. Диквифайку-то за Денай, возможно. Но за это можно платиться тем, что у тебя потеряется жизнь вместо башни. Но приключил Элдер Титан. Есть и Хостомп опять же подловили. И выкачивается вся жизнь. В итоге Лассир просто рассыпается. И башня загнается. И ничего не получится сделать здесь Нуну. И это небольшие проблемки. Но ничего не поделаешь. Недооценил он угрозу, исходящую со стороны соперника. И тут же прожимается смоук. И идут дальше на поиски жертв. Правда, никого они не найдут. Потому что находится команда Украины в спине своих товарищей. И там они сами могут сейчас напасть. Показывают, что там кто-то может быть. Но там никого нет. Хотя вот сейчас Кристалка может выйти в спину. Опять же, при поддержке Тролля могут подраться с кем-нибудь. Без проблем. Но не выходят. Отступая из команды Украины. Обратно в нижнюю часть карты. Попытаются выйти в Т2. Возможно, там что-нибудь у них удастся. Привернутся. Но пока не ясно. Что именно они задумали. Что снова. Пока всё идёт не самым лучшим образом. Хотя, нетворцы говорят об обратном. Да, идёт определённое давление со стороны Омега Гейминг. Но нетворцы всё ещё на стороне команды Украины. Да, видим там 9500 у Айсберга на Вайпере. И он во многом компенсирует это положение дел. Ну, сравнивает позиции. Вот опять попытка нападения. Но в этот раз упуганной поддержки вроде бы не особо много. Айсбав. И вот уходите. Хастом подловили Жакира на стант. Уже Дотфатас. Приходит Вайпер. Урсад уже неподалёку. Кристалмейден начинает ультимейт. Но этого не хватает. Кристалмейден сгрызает тут же. Большая проблема у Оскара. Он сам сейчас может погибнуть. Один удар по нему остаётся сделать. Делают его Айсберг. И это минус 3. В исполнении команды. Юкрейн. И сейчас спокойно отопьются от святыни. И готовы продолжать дальше. Вот она неосторожность. Вот Омега Гейминг. Придёт к тому, что не потеряли трёх героев на ровном месте. И никого не забрали. По итогу боя увидим, что наверное тысячи... Тысячу, а то и полторы отыграли на этом положении дел. Но опять не успели его посмотреть. Ну что же. Рошан. Быстренько. С лёгкой руки Урсы. Достаётся для Нуна. И можно попытаться подобраться к Т2. И тогда... Будет очень и очень неплохо. Смотрите, как генералу отдует Эгис. Решили, что Лавсиллер и так справится. Ну что ж. Почему бы и нет. Тем временем Алух продолжает выжигать воровными диаболиками вышки. И в итоге рассыпается Т2 во мгновение ока. Оставляя доступ к хайграунду. По крайней мере по медленнее открытым. Теперь... Ооо. Тут же ещё Урса нашёл... Нашёл Дор Титана. Пытался он разультиться через... Разультиться. Пытался он их из Томп выдать. Но... Слишком быстро. Слишком быстро сгрызает Урсу своих соперников. И в итоге... Погибает ни с чем. 15-й фраг. Для команды Украин. И... Переходили инициативу в свои руки. Также у нас Синун. Вырывается на вторую строку по Нетворсам. 8-800. Баунти ворует. Есть попытка на падение. Посмотрите, что делает Оскар. Какая наглость с его стороны. Он сейчас за это поплатит. Тут же неподалёку уже подходит Урса. И он с блинка врывается. И сгрызут. Пару ударов осталось. Буквально почему-то не клэпнул здесь сейчас генерал. Но всё. Стал на свои места. И отличный минус с их стороны. Почему такая наглость была со стороны Оскара не ясно. Решил он вслепую заходить на хайграунд. Там вроде бы Вар стоит. Но видел он не так уж и много. Но... Окей. Тут же ещё и нашли Кристал Мэйден. Пытается вновь разультиться. Но этого недостаточно. Ещё пару ударов. Эхо стомб неплохой. Двоих застанил. Айспав не попадает ни по кому. Тут же разлом есть. Удалдер Титаны. Большие проблемы могут быть у генералов. Но он успевает отойти. И в итоге выживает. Но... И Кристал Мэйден живёт точно так же. Так что эта вылазка оказалась не столь успешной. И придётся вновь перегруппироваться. Но... А Лайфстиллер сверху продолжает фармить. Совершенно спокойно. Я понимаю, что там вся команда его развлекает. На нижней линии. Снова с диаболиками. С катапультой. Алоха потихонечку... Пушит. И... Возможно даже не потихонечку. Минус 2-2 уже за счёт этих самых диаболиков. Тут же ещё подловили. Айспав ведь есть. Можно попытаться напасть. Тут же врывается Урса. Можно очень много урона внести. Но... Увидели эхо стомб. И поняли, что дальше продолжать не стоит. Какой-то стан возможный. Со стороны М. И отдать Аегис можно за так. Воруются вот раз топоры. Ну... Не сильно полезное для Руби, конечно, положение дел. Но... Я думаю, что... Лишним явно не будет. Любой скилл так или иначе может оказаться полезным. Продолжаю, кстати, ждать. Генерал на готове. И вот попытка нападения через Рудофотос. На фейтле урона у одного вайпера. Пытается он заплевать. Оскар, он тут очень много урона уже впитал. И последняя тычка. Нужно сделать даб. Айсберг забирает этот фраг. Тут же ещё и нападение на пугну. Там, тем не менее, Бакастомба останавливает поддержку саппортов. И идёт дальше. У него нет Аегиса. Он просто воюет через Рудофотос. Тут же вью. И проблема большая у Луна. Нужно как-то пробивать. Врыв от Урс. И вот она. Этого мы ждали. Погибает Тролль быстренько. И последний удар. Ну, успел поражать ультимейт. И Тролль пока что поживёт. Но хватит ли этого, чтобы спастись? Нет. Булл залетает от Агаохи. И он погибает. Следом за этим рассыпается и Элдер Титан. И это минус пять со стороны команды Украин. И они зарабатывают полторы тысячи золотых. Тут же сразу Байбэк полетели. Нужно защищать хайграунд теперь. Потому что с двух сторон могут ворваться и наказать базу соперника. Приходит пугна. Пытается откидывать бласты. Но бласт воруется теперь. И в ответ также прилетит по вышке. Так что Т3 упадёт. Упадут и святыни при желании. И действовать придётся весьма-весьма осторожно. Команде Омега. Ой, вот мы видим там Нун. Совершенно спокойно ворует крипов. И Т2 на верхней линии также будет падать. Без каких-либо проблем. Если кто-то попытается подойти защитить. То фуловая команда Украина объяснит, почему этого делать не стоит. Но и будем надеяться, что ещё повоюют. Потому что пока вот предыдущая драка разрозненная выглядела весьма-весьма неуверенно. Тем временем для айсберга появляется агонин. На вайпере. И положение дел ещё сильнее улучшается. Помним, да, недавно только мы смотрели. 3-4 тысячи отставания. Канет Ворсу теперь уже 17 тысяч. О, во многом снесение башен. Опять же, и, конечно же, части хайграунда. В этом во многом позволило. За последние 6 минут ситуация изменилась кардинально. Ну и где же попытка? Попытка нападения в смоках, возможно. И от той, и другой команды находят они тот. Но тут успевают прожить телепорт. И улетает. Скрывая спектр, здесь небольшие проблемки. Подловили через айсбаб. И очень много урона есть сейчас у команды Украины. И просто сожгут они бедного Оскара. Без какого-либо шанса. Тут Алоха врывается на Кристалл Мейден. Ещё её подловить можно. Урса уже неподалёку готов бежать. Есть бласт. И буквально пару ударов нужно сделать. Есть ультимейт от Кристалл Мейден. Поможет ли это ей большой вопрос? Тоже моментально её сжигают. Сгрызает Урса. И это минус 2. Не пощадили. Пытался разультиться. Но это не дало ровным счётам ничего. Снова минус 2 саппорта. И заход на хайграунд уже подготовлен. Напомню, что всё ещё есть Аегис у генерала. И он врывается дальше под Т4. И сгрызает в 3 секунды. Это кэрри-герой. О, мид-герой. Да, гор-герой. Я помню, что Пугна выкупалась в предыдущем файте. Там её что было, что не было. И в итоге защищать придётся втроём. Лиша, конечно, вернёт через 3 секунды. Но если Пугна рассыпалась, то я думаю, что от Кристалл Мейден тоже сильно много не останется. И сторона упала. Да, там пытаются сейчас строй снести вверх в ответ. Но этого делать ему не дадут. Вайпер телепортируется и будет защищать. А тут вчетвером защитят. И всё. Защитят. Четверо они снесут. Вот, пошёл дальше. Нун. Грызть. Прожалобен Воз. Снуд пытается помешать с разлома Талдера Титана. Подловили. Вроде бы здесь Алоху. Но это не проблема. Алоху есть кому защищать. Врывается на Кристалл Мейден. Кристалл Мейден может пытаться прожечь. Два ударования нужно сделать. И ещё одну тычку. И есть минус. Без Байбека. Находится здесь Кристалл Мейден. Тут же ещё и Оскар погибает. Стан не проходит. И дабл килл для Нуна. Минус 3. Делает команда Украин. И похоже, это конечная остановка для команды Омега. Сгрызут им сейчас и вторую линию. Да и третью могут попробовать. Всё-таки есть. Вполне себе. Пушер. Есть Слеер. Который может сейчас совершенно спокойно Джекира заплёвывать Лигид Файером. А кто? А кто будет защищать? Там же Элдер Титан. Ой, Элдер Титан. Там же Элдер Титан ничего не делает. Он бегает, смотрит. Ну и гуд гейм. Белл плейт. Пишет команда Омега. Понимает, что здесь уже ничего не получится сделать. А Вайпер там в соло разобрался с Троллём. Ну что ж, поздравляем команду Украин. Они с учетом 2-0 проходят своих первых соперников. Свою первую Best of 2 закрывают с максимальным возможным количеством поинтов. И поднимаются на одну из первых строчек в группе. Но это только начало, друзья. И нас ожидает ещё сегодня много игр. Поэтому далеко не разбегайтесь. Подписывайтесь на нашу социальную сеть, чтобы следить за всеми матчами в лайве. Прямо сейчас идёт как минимум 3 параллельных трансляции. Но я с вами не прощаюсь. Услышимся после небольшого перевода буквально через 5-10 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok